Добрый вечер страна, добрый вечер юг Красноярского края, Хакасия, Сибирь и конечно же центр этой вселенной город Абакан, который поджимает с юга, да, с юга город Саиногорск. И мы сегодня отдаем первую часть нашей программы. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан-24, радиостанция Абакан-24, наша волна 7106 УКВ и YouTube-портал Абакан-24. Пишите нам здесь чатики, лайкайте, обязательно лайкайте, облайте нас на YouTube, нам будет хорошо, хоть вот так, хоть вот так, как вам угодно, какие угодно ставьте знаки. И конечно же телефон прямого эфира 22-41-18. Это программа во время и ближайшие полторы часа мы пройдем вместе с вами, надеюсь, при вашей поддержке. Телефон 22-41-18. Бегущая строка, вы видите, вот здесь внизу идет. Там номер нашего мессенджера. Стесняйтесь говорить по телефону, пишите свои вопросы в мессенджер. Мы с режиссером нашей трансляции Натальей Ораловой и будем вам читать и, соответственно, нашим героям. Герой у нас сегодня замечательный, очень редкий гость такого плана, пожалуй. Кто-то бывал у нас один человек, бывал очень скромный, но очень давно это было, победитель одного из конкурсов. А у нас сегодня не победитель, а просто человек с большой буквы. Я назову пока только одну его должность. Это председатель Саиногорского клуба отцов, представляете, есть такой клуб отцов в Саиногорске, Андрей Пахюков. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Андрей Владимирович, это что за клуб отцов в Саиногорске? Это вы собираетесь в гаражах и обсуждаете методику воспитания ваших детей? Ну, если можно, немножко расскажу предысторию создания клуба отцов. Давайте. Здесь разговор будет о том, как инициатива одного человека может повлиять на судьбу людей. О, роль личности в истории. В роль глобальной личности. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Когда надо говорить, экс-президент. Экс-президент. Да. В 2010 году обратился к Федеральному собранию и попросил создать попечительские советы в детских домах. Так. В партии «Единая Россия» друг мой Константин Халдоенко, его, к сожалению, сейчас с нами нет. Он говорит, Андрей, мы с тобой, товарищи, иди в детский дом. Нужно вам помогать. Саиногорский. Да, детский дом «Ласточка». Я пришел в детский дом. Заведующая Малютина Ольга Юрьевна. Никто не знает, что это такое попечительский совет, чем заниматься. Но, тем не менее, делали первые шаги. То есть, моя задача была, как можно больше привести интересных людей в детский дом, для того, чтобы ребятишки могли познакомиться с профессиями и так далее, и так далее. Кстати, еще буквально небольшую ремарку. Виталий Ян, член Союза фотохудожников России, тоже, к сожалению, с нами сейчас нет. Я его несколько раз приводил. И он делал фотосессии ребятишек. Кстати, знакомая очень фамилия Виталия. Виталия, у него очень много замечательных работ. Просто он как-то видит, на раз фотографировал. И начнем вот с первой небольшой истории. Юлия, работница детского дома, он сделал фотосессию шикарную. Она выложила ВКонтакте, нашла судьбу, вышла замуж практически вот так. Легкая рука. Легкая рука, прямо действительно, очень здорово. Поэтому, Юлия, дай бог тебе, сережки долгих лет жизни, все замечательно. И вот так вот пошагово мы начали дружить. Много у детского дома партнеров, друзей. И вот именно организовался серьезный такой попечительский совет, куда вошли представители предприятий Русала, Росгидро, Энергетики. Росгидро, Саиногорск, повезло на промышленных монстрах. Да, в этом отношении повезло. В хорошем смысле. Предприниматели. И у нас вот, по сути, тогда вот именно зачаток вот этого клуба отцов практически еще, как еще тогда, в далекие-далекие... Более 10 лет назад, получается. Когда, да. И в течение 10 лет, да, вот мы, ну, не могу сказать, чем только не занимались. Было очень много конкурсов. Слушайте, это получается не просто вот для галочки клуб, а это нормальная дееспособная организация творческих, ну, не творческих, а как сказать, непассивных людей. Вот именно, мало того, непассивных, вот именно людей с таким, с большим, огромным, добрым сердцем. Ну, просто даже как пример, мой друг Михаил Алферов вступил, имею в виду, в попечительский совет, помогал как мог. Ну, просто как уже конкретно, например, он говорит, Андрей, надо ребятишкам устроить праздник. Вот я тебе даю деньги, давай сделаем что-то. Он просто свои деньги. Он просто, именно, да, свои деньги. И таких людей много в Саиногорске, которые готовы именно делать что-то адресное. И вот, по сути, вот, можно сказать, мое такое волонтерское движение, оно началось именно тогда, достаточно серьезное, потому что на меня была возложена такая ответственность серьезная. Ну, не просто, вот, например, как волонтер мы с вами пошли, на субботники поучаствовали, выложили куда-то фотографию, ты здесь знаешь, что ты как бы должен. Хотя это не оплачивается, это вот, ну, как-то вот по велению сердца. Случа было очень много разных, абсолютно. Вот один сейчас в голову пришел, но стоит его озвучить. Давайте, давайте. Новый год. Я отработал Дед Морозом. Ребятишки довольны. Конечно, я представляю, вы какой добродушный Дед Мороз. Обычно Дед Мороз женщина была, в свое время как бы работница детского дома, тут действительно заходит Дед Мороз, что там бубнинг и так далее. И мы, ну, прямо здорово, шоу удалось. И один из спонсоров подарил шикарный фейерверк, ну, прямо такой, как говорится, дорого-богато. Вышли, его установили, и все ребятишки вышли на улицу. Он взрывается, прямо все в восторге. И один мальчонка стоит, смотрит и говорит, пусть знают, как детский дом гуляет. Так было необычно, интересно, здорово. Ну, и, конечно, с детским домом связано очень много историй разных и хороших, может, на меня не совсем хороших. Но, тем не менее, время пролетело. Как бы попечительский свет, он не распался. Но вот пандемия внесла коррективы определенные, потому что детский дом накрыли колпаком. И на данный момент все-таки вот те вопросы, которые острые были, мы, конечно, сняли сообща, скажем так, всем миром. В процессе работы часто приезжала в детский дом уполномоченная по правам ребенка Ауллирина Евгеньевна. То есть мы с ней замечательная женщина, знакомы с ней давно. И как-то в процессе... Может быть, еще со времен избиркома. Со времен избиркома, даже я скажу больше. В то время, когда она была студенткой, они проводили социологические опросы, янагорские. И у нас дома был какой-то праздник. Ну, утрированно скажем, может быть, даже мой день рождения. Потому что это было в мае, было... И вот постучались две очаровательных студентки. Мы открываем дверь, пригласили их за стол, попили чаю, заполнили какие-то анкеты. Но это было, скажем, где-то конец 80-х, 90-е годы где-то. И вот тогда мы познакомились. В процессе вот когда встретились, была очень приятная тематика для разговора. Тем более, когда работал в детском доме, очень часто мы пересекались. Она говорит, можно на вас опереться, хорошо. Ну, сейчас мы эту тему закроем. И Ирина Евгеньевна говорит, надо в городе Сеяногорске создать клуб отцов. Ну, очень хорошо, надо так надо. Ну, опять же... Только чем он будет заниматься-то будет? Чем он будет заниматься? Что такое клуб отцов? Как он? Ну, ладно, тем не менее, я эту мысль в голову положил. Она осталась там лежать до какого-то времени. Ну, тем не менее... Зреть. Зреть, да. Тем не менее, у нас получилось, что все-таки какой-то вот импульс придала женщина. Ну, то есть, Ирина Евгеньевна, она неугомонная, она начала немножко там администрацию города Сеяногорска тормошить. И в администрацию пригласили меня вечером. И собрали людей активных. И говорят, ребята, то есть, давайте уже начинайте работу-работать. Тем не менее, хорошо, в детской библиотеке нам место небольшое выделили, где мы могли бы собираться беседовать. Ну, и вот в один момент мы собрались в библиотеке. Самая яркая фигура, которой присутствовал, это батюшка Рустик, наш священник Сеяногорский. Молодец, он как бы, скажем, осветил изначально это действие. Ну, и вот мы собрались взрослые мужчины и начали рассуждать, что мы можем сделать вообще действительно такого понимания, что, например, это волонтерская организация, что деньги сверху не валятся, что мы не можем делать какие-то огромные глобальные дела изначально. Но, тем не менее, раз собрались, два собрались. Потом большинство членов клуба отцов – это работники компании «Русал», заводчане, то есть те люди, которых мы знаем. И начали участвовать в мероприятиях, так вот пошагово, шаг за шагом. Сначала одно мероприятие, потом второе. Какие-то ребята к нам приходили, какие-то уходили. На данный момент у нас, скажем, костяк 20 человек. Мы открыты для общения, мы открыты… Так, ну 20 для Сеяногорска, у вас же там 1070? Ну, 50 уменьшилось. Уменьшилось, да, уменьшилось. У нас с ребятишками проблемы, не рожают девчонки из Сеяногорска. Клуб отцов прямо призывает, девушки, рожайте, потому что у нас проблемы с садиками. Надо не призывать, а действовать, извините. У нас садики стоят, простаивают детей, нет, это же что-то, это вообще страшно, это катастрофа на данный момент для Сеяногорска. Это люди уезжают из города? Это люди уезжают, даже у нас вот, ну, немножко отвлекусь, у нас роддом Майна, он по сути стоит и ждут просто девочек-роженец. То есть нет, там статистика очень прямо мизерная, там в месяц, буквально там по пальцам пересчитать. Казалось бы, ГЭС есть рядом. В золотые времена строительство прошли, когда был массовый прилив. А теперь просто эксплуатация. Да, а теперь, да, осталось и город такой, ну, тем не менее, у нас есть для счастливой жизни, но, скажем, не рожает. Ну и вот, клуб отцов он есть, он существует. Я немножко перейду именно к своей основной работе. Я председатель Совета ветеранов Саиногорского алюминиевого завода. То есть это вот моя основная работа. Совета ветеранов и инвалидов труда. Да, ну это полное название. Хакасская Республиканская общественная организация Совета ветеранов и инвалидов труда. Я там получаю зарплату. То есть это мой основной вид, штатный вид деятельности. Я работаю, работаю. И самое хорошее, что у нас есть помещение, шикарное помещение, скажем, назовем ее штаб-квартира, либо офис. Оно на Сазе или в городе? Оно в городе. Абсолютно. Оно прямо в центре здания бывшего ресторана Меридиан на первом этаже. То есть уютно, красиво, немного. Ну, места предостаточно. Мы собираемся, заботимся ветеранов. Ветеранов у нас 2000 человек. Ну, цифра постоянно меняется. То есть кто-то увольняется, кто-то переезжает. Поэтому, ну, в среднем, скажу, низкий поклон компании Русала. Она о нас заботится. Она о нас, скажем, холит, лелеет. И поэтому нам не стоит. Не бросает твоих работников. Да, не бросает. Немножко еще похвастаю, что наша ветеранская организация, то есть Союз ветеранов, входит в состав ветеранских организаций России. Это тоже немаловажно. То есть есть возможность общаться с такими глыбами, с ветеранскими организациями, там, РЖД, там, Татнефть, Росникель, корпорации Сухой. Ну, то есть их там очень много, действительно, прямо глыбы. И мы в режиме... Госдумы что-то, я, Верховный Совет уже скоро, государственный депутат Государственной Думы вышел с инициативы именно во время пандемии делиться опытом работы, заботы именно о ветеранах. И поэтому... Волонтерских этих движений. Да, вот именно движений. То есть каким образом предприятия помогают. И вот, например, мы так, другие. У кого-то, не буду лукавить, и возможностей больше, конечно, средств больше. Ну, на общем фоне мы выглядим, скажем, нормально, достойно. Поэтому опыт перенимали. В процессе работы были выпущены несколько брошюр. Там мне очень было приятно, что моя фамилия фигурирует. То есть мы своим опытом делили. Конечно, здорово. Ну и вот, на данный момент, если возвращаясь к клубу отцов, у нас есть штаб-квартира, где мы можем собираться в любое время. Скажем, ключи у меня в кармане лежат. Сейчас очень здорово в телефоне, ватсапе, там, папы. Ну да. Давайте соберемся. Есть тематика такая. Ближайшее, конечно, мероприятие. Это у нас череда субботников нас ждет. Однозначно. В авага они уже идут. Да, ну да. Ну, у нас парк победы. 22-го числа мы заходим. Потом позже еще. Ну, будет где себя проявить возможность. А скажите, пожалуйста, вот эта ваша организация, клуб отцов, ну, пока основную эту возьмем, но ветеранская, ладно. Она как-то взаимодействует? Есть ли подобные организации в Хакасии? Понятно, что вы там с монстрами этими РЖД, Росникель, ТАТ, Мефти, т.д. и т.п. А местные какие-нибудь по Хакасии-то есть коллеги у вас? Может быть, меня кто-то поправит, но у меня нет такой информации. Опять же, вот в Хакасии мы единственное. При учебных заведениях есть родительские комитеты, где папы, да, а именно люди, вот мужчины. Городской клуб отцов. Да, вот именно клуб отцов, которые работают. Ну, мы, по крайней мере, в Хакасии одни. Единственное, поэтому скажу, как бы основные направления, ну, мы решили, скажем так. Странно, что в Абакан как-то прошли мимо этой темы. А мы были на огромном-огромном собрании в Абакане, когда серьезные мужчины тоже собрались. Идея такая в воздухе летала, но здесь все-таки кто-то должен на себя взять ответственность за это все мероприятие. И все-таки какой-то источник дохода, потому что мы вот в сторону завода смотрим и, скажем, завод нам иногда говорит, ну, ладно, ребята, каким-то образом мы вам все-таки поможем. Мы вам, по крайней мере, давайте майки сделаем. Вот я на всякий случай майку делаю с клуб отцов. Неправильная майка. Почему один ребенок-то? Как у вас заполнится маленький рандом, когда у вас на майке один ребенок? Хотя бы два надо. В самом начале, изначально, конечно, нужно было, ну, как-то давайте быстро будем действовать. Это не мы нарисовали, мы нашли это где-то логотип, он был другого цвета. У нас там столько полемик было на эту тематику, но, тем не менее, давайте начнем хоть чего-то от этого. И приятно, когда во время мероприятий всевозможных субботников, конкурсов разных, то есть, видишь, своих хороших ребят в одинаковых майках. Мы отошли от темы. Так, и было большое собрание здесь, в Абакане, и никто не взял на себя, да? А, да. И, ну, к большому сожалению, да, не получилось. Не получилось. Возможно, это созреет когда-то. Мы, опять же, говорю, к сотрудничеству готовы. Ну, и вот, Клуб Отцов. В Клуб Отцов мне очень приятно, что у самых истоков Евгений Иванович Молодников, это сейчас мэр города Саиногорска, глава, то есть, он также член Клуба Отцов. Как вам ваш, ну, теперь уже не совсем новый мэр, но, тем не менее, вы успели с двумя мэрами проработать в прошедшем выборах. Ой, даже у меня история. Нет, вот за последние эти годы. Нет, за последние. Дело в том, что как получилось, если еще немножко все назад-назад отматывать, скажут, ну, каким образом ты стал, ну, немножко проявлять какую-то жизненную активность давным-давно. Да, активность-то у вас, ой-ой-ой, какая. Когда я устроился на Саиногорске алюминиевый завод, отработал. И вы кем там работали? Я работал электролизником расплавленных солей, когда пускай от него стоил. Это же вредное производство. Это самое вредное производство, все, что может быть, но плюсы какие. Молоко. Не будем лукавить. Молоко и стаж горячий. В 50 лет можно выйти на пенсию. То есть это сейчас очень актуально, да, когда можно работать до... Да, да, да. Я так и помру в этом кресле, не дождавшись пенсии, похоже. И, конечно, тяжело, но, тем не менее, мужская работа. Опять же скажу, что в 87-м году, когда я устроился на работу, отработал там 28 лет, у нас не было трудностей. Времена лихие, 90-е. 28 лет я отработал. Ну, я и в электролизном производстве, и в литейном производстве. То есть не скажу, что там меня жизнь помотала, но, тем не менее, что дал мне завод? То есть завод дал, первое, комсомол. То есть я поработал в комсомоле. Мне годы застали. Да, вот именно последние, самые такие, самые-пресамые, очень интересные. И у меня... Когда молодежь еще искала себя в рамках этой организации. Мало того, она искала, и она уже была... Создавались молодежные... Комплексы... МЖК, молодежные. МЖК, да. Строили дома? Строили, да. Получили квартиру в МЖК? Да, да, да. Да, 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 я прямо счастлив. Время... Вот нынешняя молодежь даже не поймет, что это такое. Тогда, в конце 80-х, создавали вот эти молодежные жилые комплексы. Ребята, комсомольцы, сами после работы, бывало выходные. Ну, кто как мог, строили дом, и потом в нем себе квартиры получали. У вас какой этажный дом получился? Шестиэтажный дом. Было тоже очень интересно. Меня пригласили в партийную организацию. Говорит, Андрей, ладно, раз ты будешь работать в комсомоле, секретарь электролизного цеха, третьего корпуса. Изначально я был потом, я стал секретарем электролизного цеха. Говорит, ну, Андрюха, будешь работать, у тебя жильем есть проблемы? Я говорю, ну, да, есть. То есть вот женился недавно, живем-то мы, их родители-то там, ну, постараемся порешать. И я как-то эту мысль отпустил, сильно не заморачивался. Было очень приятно. Когда меня пригласили, говорит, вот, Андрей, может, на первом этаже квартиру двухкомнатную, либо через полгода сдается вторая очередь на шестом. Наверное, давайте уже, что счастье искать, возьмем на первом. Здорово. Я прихожу, пожалуйста, вот те ключи. Миша Газаров у нас тогда, да, как бы был куратором этого проекта. Ну, и вот комсомол, удалось комсомоле поработать. Смолина, Ирина Геннадьевна, то есть, да, замечательный человек. Уважаю, низкий поклон там. Шпигальских был у нас, да. Володя. А он, по-моему, от вас и баллотируется в Верховной. Потом Векшин, Саша, по сути, боевое братство республиканское сейчас. То есть, он меня в комсомол вытягивал. То есть, я, скажем, стоял у Мартена, упирался. Он говорит, Андрей, пойдем, надо. Ну, и вот Нина Чванова работала вместе там, Сережа Шаленый. А помните, у вас вторым, по-моему, секретарем работала Тамаровская, по-моему? Женщина у вас была такая боевая, коммунистская. Да, у нас все женщины боевые, поэтому... Она особенно курировала СШГ-стройку. Ну, наверное, я немножко помоложе, да. Поэтому вот с кем сталкивался, с кем... И я к чему, мы разговор начали о мэрах. И тогда, да. Не, вот надо чаще встречаться. Отпосле тематики. Иду по городу, встречаю товарища. Он говорит, Андрей, у нас выборы назревают. Уникальный выбор. Вот время все-таки, сила 90-х годов. У нас Овчинников Петр Прохорович и Сергей Анатольевич Бондаренко. Ну, тогда, не знаю, как считалось, что вроде там и криминал столкнулся, скажем, с некриминалом. И сами выборы были такие настолько накаленные. На площади перед администрацией стояла машина, которую разыгрывали. И всем участникам выборов предлагали мешок сахара. Ну, это было вообще... Там явка, наверное, была 150 процентов. Все встали, кто мог, пришли. Ну, конечно, интересно. И вот я участвовал тогда в этих выборах. У меня с Петром Прохоровичем тогда сложились очень хорошие отношения. Ну, и пошло-поехало. Потом у нас Ярослав Федорович Кипчук был тоже замечательный. Я всегда участвовал в предуборных кампаниях вот с 90-х годов. Поэтому как-то мне все это близко. Так, а сами на выборы-то не хотите в этом году пойти? Ну, есть мысль такая, попытаться замахнуться на Верховный Совет. Да, ну, это чтобы не считали, что тут предвыборная кампания. Не-не-не, я даже не предполагал. Но попытаюсь, да, сейчас идет у нас праймерис, так скажем. Я от партии «Единой России». Так получилось. Внутри партии праймерис, да? Да, внутри партии праймерис. Ну, ладно, я имею в виду предвыборные, тогда закончим дембаты. В общем, дружеские, очень хорошие отношения, деловые, партнерские были. С Быковым Ледниным Михайловичем, с Михаилом Анатольевичем Валовым, он с другой партией. Мы как бы делали вид, что конфликтовали. Ну, я его до сих пор уважаю, он серьезный журналист. Я в маленьком городе, ну, что там деление по партийному признаку? Там все друг друга знают, как облупленные. У меня есть опыт небольшой, когда один человек может перевернуть все с ног на голову, то есть все, что угодно. Это так же, как и в свое время в детском доме, пришла одна из заведующих, и там как-то коллектив раскололся пополам. Там была такая тоже интересная, казалось бы, ну, что нам делить? Я всегда думал, я волонтер. От меня же только счастье, я же все делаю. Тем не менее, что-то, ну, были какие-то такие трения, но тем не менее. Так, мы не теряем мысли, то есть я знаю, очень хорошее отношение. Да, и вопрос мы не снимаем, как складываются отношения. Евгений Иванович, ну, конечно, действительно тяжело изначально, тем более сейчас. У нас не было никогда времени спокойного, и 10 лет назад, и сейчас особенно, тем более боевые действия. Евгений Иванович не успел прийти, тут же мобилизацию объявили, поэтому у него, конечно, он еще буквально только вот присягу принял, только налево повернулся, ему говорят, Евгений Иванович, все, давай начинаем родину спасать. Проблем, ну, просто миллиард, но, тем не менее, ну, верим Евгению Ивановичу занимать, ну, и с бюджетом же всегда проблемы в Саиногорске. Казалось бы, да, что мы, мало того, градообразующие, что Саиногорск, он практически всю республику снабжает деньгами, но, тем не менее, деньгами должны распределяться прямо пропорционально между всеми жителями Хакасии. Конечно, проблем много, пусть работает Евгений Иванович, есть у него помощь. Вот конкретно в моей жизни, Евгений Иванович, что еще мне преподнес, какой сюрприз. У нас есть общественная палата в городе Саиногорске, вот. Евгений Иванович меня пригласил и говорит, Андрей, есть с ним большая, большая проблема, так скажем. Да, что... Некому возглавить, да? Да, некому возглавить. И именно не на всю жизнь, я понимаю, что ты парень, как бы, ну, это окей, чем заняться, то есть и слоной, место работы, клуб отцов. Но для того, чтобы не распался вот этот огромный коллектив, которому более 20 лет, нужно... Там бывший председатель старенькая стала, да? Получилось как? Уникальнейший человек, Елена Мария Ивановна, ей завтра 93 года. Мы ее будем честовать, поздравлять. Она блокадница, она красавица. Она длительное время, по сути, создала эту общественную палату. Она была первая в Саиногорске. Все на нее равнялись. Но... Как фамилия еще раз? Ильина Мария Ивановна, уникальнейший человек, она блокадница. Длительное время у нее история, там, без слез слушать невозможно. Их перевезли в Сибирь, между... в районе Козульки, если не ошибаюсь, детский дом. И как-то их братьев и сестер пораскидали. Потом вот как она их всех собирала, там, как она начинает что-то рассказывать. Я взрослый дядька, сижу, мы ехали там мурашки. То есть страшное время. То есть что она пережила на ее плечи. Но у нее такая поставленная речь есть, кем гордиться. Мария Ивановна, в силу возраста, то есть она передала полномочия Черепановой. И через какое-то время Татьяна Федоровна Черепанова, ну, тоже, может, устала, скажем, и оставила пост. Евгений Иванович говорит, Андрюха, любишь мир спасать? Давай вперед, давай хотя бы год. Главное, чтобы этот проект не распался. Да, потому что достаточно простое несколько месяцев, и все, потом сложно собирать будет. Самое еще страшное, что пандемия уже внесла... Да, не раскол, а как-то... Расслабились. Нехороший твой вклад. Скажем, нехороший вклад, потому что, если раньше все работало как механизм отлаженный, то есть он чук-чук-чук, все по минутам заседания, приглашает интересных людей, какие-то поездки, проекты интересные, потом нельзя встречаться, ну и все. Пенсионер, он, ну, месяц не сходил, два не сходил. Человеку старшему поколению нужно общение. Конечно. Нужно общение однозначно. Так что, на чем мы остановились? В общем, Евгений Иванович работает... Что вы стали председателем общественной палаты Саиногорска. Стал председателем общественной палаты. Здесь председатель общественной палаты – это чистое волонтерство. То есть там доходов, извините, нет, и общественная палата живет... Она живет... Так давайте я прочту некоторые ваши регалии. Вы, вернее, Андрей Владимирович, обращаясь к телезрителям, победитель в номинации «Доброволец года» как гражданский активист и корпоративный волонтер. Он имеет благодарность от общественной палаты Российской Федерации с формулировкой «За большой вклад в развитие гражданского общества Республики Хакасия». Андрей Потюков, гордитесь, так, лицо, подбородок выше, а, нос выше. Андрей Потюков признан добровольцем года по результатам республиканского конкурса не только как гражданский активист, но и руководитель проекта «Серебряный спорт», объединившего приверженцев, здорового образа жизни, исчезла пенсионеров, металлургов и активных саиногорцев. Так, вы основали летом прошлого года клуб скандинавской ходьбы. Зачем? Это правда. Зачем? Вот вам общественная палата, волонтерство, клуб отцов. Так, что еще мы тут считаем? Вот это скандинавская ходьба. Дважды в неделю вы занимаетесь. Еще и, как так сказать, гимнастика, да, это разминка. Я и дыхательная гимнастика, изучайте различные оздоровительные практики. В общем, это какой-то дурдом, в хорошем смысле слова. Где время-то на все это найти? Рассказывай, как есть. Вот этот проект приносит удовольствие лично мне. Серебряный вот этот спорт? Вот серебряный спорт. Очень хорошо, когда у тебя отношения с людьми, скажем, благоприятные. Есть центр социальных проектов «Русала» Пугачева Оксана Юрьевна. Замечательная девушка, красавица. Она приглашает на нее и говорит, Андрей, есть возможность поучаствовать в проекте, получить деньги в «Русаловском». То есть, что будем делать? Первое, что пришло в голову, я понимаю, что нужно будет отчитываться, если что-то сильно завернуть. Давайте вот, была мысль у нас, вот именно у нас есть физкультурно-оздоровительный комплекс и есть парк активного отдыха, ну, большая территория, скажем, где-то полтора километра дорожка, так всевозможная. Там люди разного возраста ходят. И говорят, давай купим палочки для скандинавской ходьбы и у нас есть. Будем гулять. И будем гулять. Но там же надо правильно ходить, это не так просто. Надо правильно ходить, да. Это вот наши пенсионеры ходят, но это неправильно. Пенсионеры, да. Сделали все правильно, написали проект, получили 50 тысяч рублей, закупили инвентарь и начали ходить. Ну, тем не менее, ветераны есть ветераны. То есть, мы или вот этот тренер нужен постоянно, ну, это же все добровольно. Поэтому самое главное, что люди приходят вообще. Изначально нас, скажем, было в пределах 30 человек, те, которые так плюс-минус стабильно приходили. Костяк. Костяк, да. Мы все лето, если можно так сказать, отдубасили от звонка до звонка, полетели белые мухи, и мы решили, что как бы немножко некомфортно с палочками ходить, мерзнуть, и на какое-то время затихли. Я зашел в физкультурно-оздоровительный комплекс, и мысль такая синела, почему мы не можем заниматься физкультурой в зале? Прихожу... Вот этой гимнастикой, да? Да, прихожу к руководителю, и Павел отвечает, говорит, Андрей, вопросов нет. К управляющему напиши письмо. Мне кажется, они скоро вас избегать будут, увидят, и на другую сторону переходить. Скажи, что он опять что-нибудь придумал. Успел письмо написать, уже Согол, пожалуйста, нам два дня в неделю, вторник, пятница, с 12 до 13.30 у нас время. Полтора часа. Мы, да, мы приходим, первое занятие, я еще не знаю, что будет происходить, как все это будет. Виталий Петрович Дмитриев, у нас глыба такой, мужчина-спортсмен, я как бы за него зацепился. Виталий Петрович, давай, делай что-нибудь. Виталий приходит, Петрович, он игровой человек, для него игры. Поэтому мы пришли, он говорит, вот вам мячик такой, вот такой, резвитесь. Ну и как-то люди разошлись, думаю, я вот это все затеял, как-то неудобно, я просто взял мячик и говорю, давайте вот так, мячик подняли вдох, опустили выдох там, ну и вроде зашло немножко. На второе занятие я уже пригласил специалиста, именно учителя физкультуры, Евгения Викторовна Куркова, она с Братская приехала, и она какое-то время тоже с нами занималась. И стафеты, ну мы были, скажем так, в поиске, мы приглашали там и специалистов по индийских танцам и так далее, и так далее. Но у меня лично какой опыт? Я иногда езжу в санаторий отдыхать, там есть именно гимнастика, скажем, для взрослых. И оздоровительная. И оздоровительная, она уже отложилась в голове, то есть все вот эти вот упражнения. Ну и не скажу буквально там второе-третье занятие, так же, Евгения, давай будем, то есть я же людей слышу, то есть спокойно, вот одну часть ведешь ты, например, другую я. Теперь у нас сложилась уже четкая такая отлаженная система. На данный момент на гимнастику ходит 50-60 человек. А это я вам скажу. Это хорошо для своего. Полгода, прямо у меня сердце радуется, мне самому в удовольствие. Люди приходят, женщины приходят минут за 30 пораньше для того, чтобы просто побеседовать. Вот они пришли, поговорили, общение, все. У нас есть возможность, там группа играет настольный теннис, но остальные занимаются гимнастикой. У нас прямо разбито, скажем так, по секторам. Изначально разминка, ну вплоть до того, что мы там йога для пенсионеров для пальцев, каждый фаланг разминаем, массаж головы, дыхательная практика. 30 минут отработали, 5 минут перерыв, водички попили. Берем мячики. Тоже благодарю компанию «Русал», там инвентарь есть. Мы берем с мячиками. Следующий комплекс у нас на ковриках. Все приходят с ковриками. Ложимся. Ну, тоже такой серьезный комплекс упражнений. Ну, все достаточно щадящее. И всем нравится. Тем более туда немножко, если вложить чувство юмора. Я думаю, у вас его достаточно. Какие-то новшества. А в самом финале, скажем, когда такая вот фишка, мы встановимся в круг. Прямо встановимся в круг. Дыхательная практика. В самом финале мы желаем всем счастья. То есть прямо так давайте мы там. Я желаю всем счастья. 60 человек, как крикнут, аж крыша подпрыгивает. Очень здорово. А еще очень приятно, когда приходят... Слушайте, абаканцы, мотайте на ус. Мотайте на ус. Ну, самое первое, конечно... А у нас есть серебряные волонтеры, но это волонтеры, да, пенсионеры. Самое приятное, что, ну, во-первых, это занятие абсолютно бесплатное. Раз. Второе. Это просто там кайф. Люди общаются. У нас полтора часа. Это положительные эмоции. Положительные эмоции. Это продлевает жизнь любая положительная эмоция. Женщины буквально сегодня подошли и говорят, Андрей, мы ждем этих занятий. То есть прямо ждем. У нас на пенсии Геннадий Григорьевич Гомонович, он раньше руководил Сайанал предприятие такое, Сайанская фольга. Он не чурается, он ходит к нам, он получает также удовольствие, говорит, Андрей, у меня вот, говорит, тут тазобедренный сустав болеть перестал, то есть мы как-то вот начинаем вращаться, ну, здорово. То есть вот этот проект зашел очень хорошо. Теперь ставлю такую жирную запятую и говорю, в этом году мы опять подали заявку на участие в конкурсе. А куда вы подаете? Центр социальных проектов Русала, то есть мы дружим с Русалом и та же Оксана Юрьевна и говорит, Андрей, здесь как бы логично. И куда подали заявку, на что? Заявку, здесь сумма немножко больше, и теперь я уже заявочку подал именно на коврики гимнастические, чтобы было у нас стандартно все на гимнастические палки. Ну и там посмотрим. То есть усложнять программу будете? Ну, даже немножко усложнять у нас, ну, есть куда расти. Я представляю, потом будут в Стоянногорске серебряные Олимпийские игры. Ну, как минимум, да. Тем более у нас недавно открылся же зал борьбы новый. Русал подарил городу прямо такую глыбу, поэтому... Красивый? Я не был давно в Стоянногорске. Ну, красивый, современный, он не такой огромный, тем более... Ну, я надеюсь, вы бороться там не собираетесь? Ну, пока нет, ну, кто его знает, то есть мы вперед, пожалуйста. Наше дело обосновать, да, ну, сказать. Я пригласил, есть у нас Виталий Викторович Ситинков, он председатель... Ничего мне аж вылетело. Есть Виталий Викторович Ситинков, председатель Совета депутатов. Вот. Он в прошлом... Я-то не знаю. Он в прошлом боец, и поэтому я говорю, Виталий, давай как-нибудь просто зайди. Мы пробовали такой тоже интересный момент, ну, такой полушуточный, пенсионерское кунг-фу. То есть я говорю, ну, вот представьте ситуацию. Вы заходите в подъезд, там, хулиганы, то есть ставим сумку, становимся и отрабатываем удары. Вот так там, так, так, вот вдох, выдох, так далее. Ну, когда интересно, здорово, всем нравится. Я говорю, нам прямо... Не, вот я получаю громадное удовольствие. Сегодня буквально вот с 12 до 13.30 позанимались. Выходишь, душевая, пожалуйста, вспотел, одел тапочки, душик принял, чистенькую, сухенькую рубашку одел. Ну, одно удовольствие. Прямо сто идешь и прямо чувствуешь, что хорошо. И это вот все можно подвести к тому, что достаточно городу заиметь одного непоседливого человека, как жизнь начинает быть совершенно по-другому. Здесь немножко еще недосказано следующее. У нас буквально недавно мы пробовали какой проект? Мы пели. Ко мне пришла... Господи, шоу-холос. Пришла Векшина Наталья, Наталья Васильевна. Она профессионал, у нее два образования, она музыкальный педагог. И говорит, Андрей, ну, есть возможность, давай попробуем. Но наши бабушки поют. Вот на баканце, да, у них несколько порогов. Здесь у меня что, прямо вот как-то... Ни одно занятие было не похоже на другое. То есть она именно там, сядем так, вот упражнения такие, да, поем и распеваемся. Мы пианино приобрели. И буквально недавно мы взяли как бы паузу. У нас есть пианино, вот, да. Электронное? Нет, пока классическое, чтобы так все замечательно. Взяли паузу. Она работает в школе. Проекты выпускные для ребятишек. Поэтому давайте потом в октябре дубль два. Но, тем не менее, опять же, это уже другая группа людей, которых сплотило творчество. Также вот на базе Совета ветеранов мы занимались один раз в неделю. Ну, конечно, конечно, немножко тяжеловато. Я там в понедельник пою, во вторник на зарядку. Там туда Оля иногда... Что в семье-то говорят? Жена ругается иногда. Да, председатель клуба отцов дома не бывает. 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 Бывает иногда. Так что жена говорит-то? По итогу я опять перебил его. Ну, конечно, хотелось, чтобы больше времени проводить вместе. У вас дача есть? Ну, вот, что и спасает, что дачи нет. Так бы, наверное, не было. У меня бы ни клуба отцов была бы смолочная. Потому что в Тайногорске же уникальный климат. А здесь немножко еще сказать. Как-то либо карма, судьба бывает. Вот все, что бы я ни строил, у меня все время все сгорало. То есть, ну, да, вот действительно. То есть, ну, у родителей сожгли дачу. Тесть любимый, он в свое время в урочище карак. Прямо шикарный домино. Там и речка бежит по участку, и родничок. И вот начался пал, и вот как оно шло по логу, то есть, все вот так одним разом, то есть, разгорело. Начинал строиться в Летнике. С Олей едем с Абакана. Дым такой валит перед городом. Она говорит, это твой вагончик горит. Я говорю, да ладно, шутишь, подъезжаем. Чертный глаз. Подъезжаем точно. Поэтому, ну, и как-то нужно что счастье искать. Ну, сгорает, сгорает. Ну, может быть, придет время, когда-нибудь приобретем. Да, придет время. Да, ну, на данный момент мы как-то вот спасаемся. У нас друзья есть с какими-то с участками. Иногда есть родственники минусинские, хлебосольные, у которых там вот такие помидоры вырастают. Поэтому им же тоже надо помогать с урожаем. Они же иногда звонят, Андрей, приедь, забери хотя бы ведер 10 помидоров. Поэтому, ну, куда деваться. Приезжаем, спасаем, спасаем как можем. Ну, еще буквально, что сказать, ну, это уже чисто для меня, для души. Я еще интересуюсь ведической философией. То есть, скорее всего, наверное, это даже помогает ведической философией. То есть, общаясь с ребятами, с кришнаитами. Ой-ой-ой. Да. Скоро по Стоянногорску люди в оранжевых одеждах будут ходить. А, они ходили как-то, да, Харе Кришна распевали. У нас около мэрии как-то были. Да, да, там были. Поэтому есть такие ребята, мне с ними очень интересно. Поэтому, благодаря... Это же не наша религия. Я бы сказал, что очень просто. Бог один. Просто один выбирает вот такой сектор, другой другой сектор. И питается оттуда чем-то. Ну, благодаря этому, то есть, я уже больше 10 лет вегетарианец. То есть, я не кушаю мясо. А вы не выглядите вегетарианцем? Ну, я люблю сладенькое просто иногда. Да, то есть, я 10 лет не ем мясо, рыбу не пью спиртный, напитки не пью. Рыбу не едите. Рыбу оставьте. Рыбу не ем, да. И поэтому, может быть, вот это вот какая-то энергия внутренняя. А как вы поддерживаете организм такой? Кухня вегетарианская, она настолько, ну, не знаю, огромная, шикарная. Вот, ну... Жена моя, она, конечно... Ну, не в Сибири, это где-нибудь на югах. Ну, перестаньте. А у нас-то, ну, как без сала, молочек. Все, что угодно. Да, я вас умоляю. Очень много вкусняшек разных, поэтому живу. Ну, вот такой какой есть, такой есть. У нас будут как-нибудь на кухне вегетарианцы, скорее всего, через неделю. Есть у нас такие планы позвать молодых вегетарианцев, которые вообще за свою жизнь ни разу даже детьми не ели мясо. Теперь уже взросленькие стали. О, нет, я б не смог. Слушайте, ну вы великий человек. Очень хорошо, что вы к нам пришли. Как говорит вот вся слава папе с мамой, воспитали. Ну, есть, можно жить так. Я не говорю, что это вот правильно, это идеал. То есть мне нравится, мне комфортно. Хорошо, что в Саиногорске есть такие активные люди. И хорошо, что они объединяются где-то. Не где-то, а вот, например, в клубе. Это правда. У нас минута, да? У нас одна минута осталась. Вы можете какое-нибудь обращение на свою камеру сделать? Привет и передать, не знаю. Абаканцев вызвать на соревнование какое-нибудь. Ну, конечно, привет Саиногорцам, всему клубу отцов, ветеранам. Всему Саиногорску. Что хочу сказать. Я вам ссылочку отправлю на программу завтра. Делайте добрые дела, не стесняйтесь. Не надо делать, ну, корыстно, что там плюс карму. Просто привыкайте это делать. И жизнь наладится, ну, в процессе однозначно. То есть философия очень простая. Как ты относишься к миру, так и он относится к тебе. И не ешьте мясо, будете таким готовым, как Андрей Владимирович. Да, и не ешьте мясо. Поэтому, ну, всем спасибо. Мне было очень приятно присутствовать у вас. Если нас когда-нибудь еще судьба сведет, буду рад ответить на вопросы. Погода на нашем канале. Погода на нашем канале.